Йоу Байлер! Йоу Байлер! Йоу, на связи Кикс Конт с Лёхом от раз Флай Уайт. Мы давненько чё-то не делали тесты на баскетбольные кроссовки, что я аж успел немного задремать. Но я решил, что пора просыпаться с тестом Adidas Harden Wolf 6. Let's go! Шестые Хардены подойдут игрокам с широкой стопой. Да, в пальцевой коробке места достаточно, но не настолько, чтобы стопа болталась. По размеру у меня родная двенашка, и я бы не стал брать меньше. Но тем, у кого прям узкая стопа, я бы всё же рекомендовал взять на пол размерчика поменьше. Игрокам с высоким подъёмом тоже переживать не стоит. У шестых Хардов обычная язычковая система, так что всё регулируется шнуровкой. Не сказать, что в задней части толстый слой набивки, но тут всё куда более грамотно. Эти шесть мощнейших выпирающих подов обеспечивают мягкость, а главное, фиксацию стопы в кроссовках. Но о фиксации чуть позже. Мне, короче, жена сказала, что эти поды похожи на поп-ит. Знаете такую тему? Simple, simple, pop it's great. В смысле ты сейчас начал подпевать? В передней части, внутри, по всему периметру присутствует тонкий слой набивки. Язычок, кстати, не такой толстый, но тем не менее шнурки не передавливают стопу. В целом, кроссовки комфортные и не требуют времени на привыкание. Несмотря на то, что корпус выполнен из заменителя нубука, что является не таким податливым материалом, шестые Хардоны всё же не сковывают движения и оставляют тебе свободу для манёвров. А вот чего не оставляет корпус из заменителя нубука, так это шанса тёплому воздуху выбраться за пределы кроссовка, в результате чего нога начинает закипать уже на разминке. Промежуточная подошва Adidas Hardenball 6 выполнена из пены Boost. Топовая пена, отвечающая за амортизацию, она долго сохраняет свои свойства, что прекрасно гасит нагрузку, при этом не теряется чувство корта. Однако надо признать, что в пятке мне её пару раз не хватило при грубых приземлениях. Например, как здесь. Чётко помню это приземление, и боль в пятке ощущалась ещё пару дней. В общем, для особо атлетичных баллеров это может стать проблемой. Но в целом, если ты не летаешь, постоянно сломя голову, как я, либо же весишь в районе 70 кг, такой амортизации будет вполне хватать. И рисунок протектора выполнен в виде старой доброй ёлочки. И вроде всё должно быть прекрасно, солнце светит, кроссовки не скользят и все счастливы. И в целом-то оно так и есть на чистом паркете. Я, кстати, поиграл в них на пяти разных покрытиях и понял, что если паркет слегка запылён, то уже начинаются микропораскальзывания, если не протирать подошву руками. Дело в том, что основной рисунок ёлочки более крупный, чем надо, и имеет большую площадь соприкосновения. Да и сам материал жёсткий, ворсинки не сгибаются. Благо здесь имеется отдельный блок в районе большого пальца, и он помягче. Он хоть как-то спасает ситуацию и сцепляется с паркетом. На уличной резине и асфальте сцепление, кстати, вообще замечательное. Судя по внешнему виду, можно сказать, что это модель суперзвезды NBA, и что это модель именно Джеймса Хардена. Преимственность линейки налицо. Фирменные волнистые линии и пятна, вышитые логотипы Джеймса, металлические люверсы под шнурки, причём не только передние, а все. Корпус из синтетического ноутбука выглядит круто, но он, конечно, совсем непрактичный. Посмотрите на то, во что он превратился. Это при том, что до момента съёмки я играл исключительно в зале, так что, думаю, если играть в них на улицу, через недельку даже помощь застремался бы их надеть. Вес кроссовок составил 553 грамма в размере 12 US, что, конечно же, тяжеловато для низких кроссовок. Протектор довольно жёсткий и вполне способен выдержать уличное покрытие, так что если тебе пофиг на внешку, и то, что они замараются после первой же игры, то можешь смело гонять в них стрит и не забудь надеть наши джерси и шорты. Фиксация в носовой части нормальная. Корпус неэластичный, и стопа не гуляет из стороны в сторону. Но, повторюсь, если у тебя узкая стопа, то лучше взять на полразмера поменьше, и тогда всё будет гуд. А ты что делаешь? Ничего, вот именно, вот именно. Чувствуй декоративная тема. Вот это и вот это. Пяточный стакан очень жёсткий. Его невозможно даже чуть-чуть согнуть. Пятка не гуляет по сторонам. И что самое главное, тут исправлена проблема предыдущих харденов и ещё целой кучей моделей от Adidas. Пятка не гуляет вверх-вниз. И это всё благодаря этим дичайшим подам. Также стоит отметить, что модель очень устойчивая за счёт широкой подошвы и не деформируется при нагрузках, благодаря жёсткому корпусу. А также в подошве присутствует пластиковая вставка, которая предотвращает скручивание кроссовка. Не сказать, что кроссовки меня прям впечатлили, но и не разочаровали. Есть мелкие недочёты, но без особых провалов. Так что Harden Wall 6 вполне себе пригодная для баскетбола модель для первых-четвёртых номеров. Мы понимаем, насколько сейчас всем сложно, помимо общей нерозности, все баскетбренды поднимают цены до небывалых высот. И мы хотим поддержать всех баскетболистов специальным соцпроектом. Совместно с YouBasket мы делаем специальные дроп-формы в белом и чёрном цвете с нашим лого на груди и шортах по суперцене, который будет продаваться весь 2022 год. А первые три дня по специальной цене, плюс ещё скидка на Wildberries. Так что берите форму себе, собирайтесь в команды, наклеивая номера, участвуйте в чемпионате вашего города, в стритбольных турнирах и обязательно присылайте нам фоточки, и мы засветим вашу банду в одном из наших обзоров. И ещё классная новость. По вашим многочисленным просьбам мы сделали ещё партию мерча из предыдущего дропа с двухсторонними джерси и шортами, выполненными из крутых перфорированных тканей и нашим All-Star логотипом. Так что все, кто не успел урывать в прошлый раз, сейчас есть прекрасная возможность. Ну а с вами были Кикс Конто с Лёхой Матрас Флай Уайт. Подписывайся на канал, если вдруг ещё не подписан. А если ты уже подписан, то важнейший ресурс, помимо нашего канала, это наш телеграм-канал, в котором ты узнаешь все новости, когда выйдет новая мерчка, выйдет новый обзор, и просто классные там опросики и всё такое, и всё такое. Вот, надеюсь, ты узнаешь. У тебя уже есть наша маечка классная, и ты наш гангстер-байлер. Всем пиз, кушайте супчик. БАМ!